Вы, отца и сына, если так вот, дорогие братья и сёстры. Сегодня у нас особенный день. Сегодня у нас заборное богослужение. Здесь присутствует священник из совсем из-за ряда города Москвы. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Потому что сегодня мы завершаем неделю молитвой, позу плечу. А вы здесь уже, дорогие мои, не первый раз многие присутствуете. И мы всегда молимся как бы односторонне. Мы молимся, чтобы нам вот здесь, в этом месте, было, как говорится, получше. Чтобы Господь нам дал терпение. И сказать, что нам дано судьбой, это исполнить. Но на этой неделе у нас было гораздо более многогранное молитва. По волосовению нашего владыки, ренарха, который отвечает за тремное служение, и по примеру тех христиан, которые на Западе так молятся, мы постарались осветить как бы разные стороны жизни людей, которые находятся именно в местах, сказать, слишком радостных, так скажем. Да? Понятно? Значит, первый день, ну, значит, мы служили во всех изоляторах. Как я уже перечислил, в первом, в седьмом, еще в первом, даже два храма. И вот мы вначале у нас обычную молитву, как мы каждый день, и сегодня здесь, в нашем храме, позаключаем. Второй день мы совершали молитву. О исполнении правосудия. Это нам нужно? Как значит? Правосудие нам нужно? Правильно? Ну вот. Очень восприняли хорошо. Причем это было на Матвозке, а там у них была храма. Первая служба была в девять часов утра. Там сотрудники были на пересменке. И поэтому только один, значит, воспитатель был, были ребята, которые там находятся, по затряде усиления. И вот там молились о заключенных больше, которым нужно правосудие, чтобы нас правильно судили, и чтобы не было никаких оппонений. Ну, понятное дело, что восприняли все с пониманием и одобретельно. А вторая служба у нас была. Мы уже попросили от начальника изолятора, чтобы сотрудники там были тоже не только заключенные, но и сотрудники. И сотрудники тоже восприняли положительно, потому что, что же, говорит, заключенных все время молимся, а нас нет. А мы тоже полжизни проводим за решеткой. И тоже, понимаете, получилось хорошо. И самое главное в том, что вот есть такие понятия. Знаете слово, понятия, да? Ясно, что вы говорите? По понятиям. Вот. Там между заключенными и сотрудниками такая стена стоит. И никаких не может быть ничего хорошего. А на самом деле, если мы христиане, если мы люди верующие, то, конечно, всякие стены, они разрушаются, исчезают. И в Господе мы все вместе. Тем более, что сотрудники, которые находятся именно здесь, они вас выводят и на прогулку, и в баню, и обеспечивают вам питание, и все остальное. Это не те следователи даже, которые вас запрашивали и прочее. Это люди, которые только исполняют уже те предписания, которые им получены. То есть они тоже самое, какой смысл. И без этого тоже никуда не прийдешься. Правильно? Мы помним, что князь Владимир, креститель, красное солнышко, когда крестил Святую Русь, он такая широкая была, русская была, настоящая душа. Открыл все тюрьмы, все глупости на свободу. Так уже митрополит к нему подошел, говорит, знаешь, князь, ты вот что, миловать это наше дело, а твое дело исполнять законы, какие бы ни было. Если не будет какого-то порядка в государстве, то куда мы дойдем, куда мы отлечем и достигнем. Вот таким образом, а эта система наше исполнение наказаний, можно сказать, она идет от незаметных. Вот это второй день. Третий день мы молились о жертвах. Это тоже для нас всех очень важно. Конечно, всякое бывает. Иногда человек попадает в заключение заслуженное, иногда не заслуженное, тогда он сам жертва. Но если какая-то наша есть вина перед теми людьми, из-за которых мы сюда попали, то, конечно, об этом тоже нужно молиться. Тем более, что вы все проходили через суд, и вы знаете, насколько на суде важно мнение той стороны обиженного. Правильно? Насколько, вот даже вот если человек ни в чем не виноват, насколько обвинение с той стороны влияет на результат приговора и на сроки, которые мы получаем. Поэтому в любом случае, конечно же, и заключенные должны молиться о жертвах преступления. Тем более, что если посмотреть общество в целом, то мы о людях, которые попали сюда молимся, о тех людях, которые остались там, может быть, они остались больными, или как-то финансово как-то обиженными, или еще что-то. Мы не молимся, и это тоже как бы несправедливо. А у Бога должно быть все с правдой Божьей справедливости. Вы за то, чтобы молились о жертвах или нет? Как ваше? За или нет? Правильно? А вот четвертый день мы молились в двух изоляторах, в седьмом и в пятом. Мы совершали молитву о наших семьях. Потому что у нас у всех на свободе, в основном, кто-то остался, редко уже, кто такая сирота, что никого нет. Или мама, или жена, или женщина, или близкая, или же дети. Но кто же, кто-то все-таки из близких есть. И мы молились о том, чтобы умножалась, укреплялась любовь в наших семьях, чтобы в дальнейшем, когда мы вернулись, мы имели основу для продолжения нашей свободной жизни. Хорошая была молитва. Правильно? Вот. И последний день мы молились в женском изоляторе. Правда, пришли в женский изолятор, думали, там, с сестрами пообщаться. А у них мужской день. В основном, бывшие сотрудники. Ну, ничего, были три девочки из хозотряда тоже. Ребят, тоже было много. Мы молились. Последний пункт – это что? О возвращении на свободу. О том, чтобы мы, когда уже вернемся к обычной жизни, чтобы у нас все было хорошо, благодатно, с помощью Божией, и чтобы, как говорится, больше не возвращаться в такие не очень радостные места. Вот такая наша программа. А сегодня мы совершили заключительное уже богослужение. Как я уже говорил, вы видели. Много приехали батюши. Они приехали со всей Москвы. Батюши, для которых близко это дело. Наши служения, которые сами у себя тоже коробляют заключенные. И вот совершили такое совместное богослужение. Поэтому для нас этот опыт, который мы провели, кажется очень важным, значительным. И, наверное, так нужно постоянно будет молиться нам. А темы, о которых я рассказал, будут сами. И вот после мы совершали с вами в конце уже молитву, как всегда перед Матерью Божьей. И вот иконы святителя и исповедника Луки. Вы знаете, какие происходят сейчас события? В близком нашем месте, на нашей святой Руси, Киевской. Там, откуда пошла русская земля. Там, где в Крыму имена было крещение нашего князя Владимира. В Киеве он крестил Русь, вы знаете, в реке Почания. И затем эта наша православная вера распространилась по всей нашей святой Руси. Причем особенность именно русского нашего православия, что оно было ненасильственным. Нигде никогда не крестили у нас огнем и мечом, как порой бывало на западе. Были какие-то столкновения в Новгороде, которые именно осуществляли новгородские волхвы. То есть те, которые исповедовали предыдущую историческую нашу религию. Но даже и там все в конечном итоге успокоилось и пошло верно. И вот в этом особенность Руси, что Русь наша собиралась молитвой, собиралась благими делами. Наши русские люди, миссионеры и промышленники, они покорение вот это было Сибири и прочее других стран, оно было покорение любовью. Сколько, для скольких народов были переведены книги на их родные языки. Сама письменность создавалась, скульптура пребывалась в различных местах. Но опять же любовь. Вот обычный, как говорится, способ русской колонизации был такой, что приезжали монахи, приезжали с ними вместе и торговые люди, строили монастырь, основывали какое-то поселение и постепенно начинали общаться с местными. Бывало такое, что долгое время никто не ходил к нам, никто не хотел принимать нашу веру. Но вот случалось какое-то несчастье, случалась у них эпидемия или еще какое-то несчастное такое, как говорится, чрезвычайная ситуация, как сейчас есть и случается. И русские приходили на помощь этим людям, этому народу. И тогда уже местные жители горячо принимали нашу веру. Вот так в основном происходила колонизация, так сказать, освоение этого великого пространства одной шестой части суши, которая здесь великая наша Россия. И вы знаете, что совсем недавно произошло великое событие. Именно в день обретения мощей святителя руки Крымского наш президент подписал указ о вождении Крыма в состав России. Видите, какое? Случайное сопрудение, да? Случилось. Это для нас имеет большое сезоническое значение, поскольку это наша русская земля. Я не знаю, как вы, мне проводилось многократно бывать в Крыму еще в 72-м годах. И за все меня там у моей супруги родители, мама уже ее на кладбище, папа живой. И вот сколько я там не общался с людьми, ни одного человека не встречал, который бы именно говорил, что Крым – это Украина. Все говорили, что Крым – это Россия, что это русские зверя. И то, что с Божьей помощью они вернулись к нам. Вы знаете, какие были обстоятельства, какие были события. Действительно, люди свидетельствуют о том, что была угроза большая, которую, слава Богу, люди и не заметили, и не почувствовали. И сейчас там налаживается нормальная, спокойная, мирная жизнь. Там все благодатно, и с Божьей помощью, как говорится, все будет и дальше хорошо. И мы, наверное, когда выйдем отсюда, сюда съездим, правда? Помоги Господу. Ангелы синхроники. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!